Всем привет, вы на канале FoxTales, с вами Катерина. Сегодня мы смотрим новую игру под названием Them and Us. Как я поняла, игра что-то типа старого доброго резидента Ивола, где зомби медленно за тобой ходят, ручечки тянут. Тут тебе никакого немезиса, никакого тирана, который прыгает на тебя со спины и моментально убивает. Будем бегать за зомби или будут они за нами бегать, я не знаю. История, надеюсь, будет интересная. Давайте начнем новую игру, не будем затягивать, посмотрим, что нам тут предложат. Легкие или нормальные? Мы нормальные, давайте на нормальном и начнем. Фиксированная камера? Нет, давайте с видом от третьего лица. Погнали! Меня зовут Алиша. Алиша Уоллес. Последние девять лет я провела в заперти из-за того, чего не должно было произойти. Девять лет кошмаров на иру, смеси различных препаратов и неуклонно теряющегося рассудка в этой проклятой лечебнице превратили мою жизнь в гребанный лихорадочный сон. Я изо всех сил пытаюсь удержать в своей голове те маленькие фрагменты из прошлой жизни, которые там еще остались. Фрагменты, что сохранились, несмотря на экспериментальные препараты, которые якобы должны были меня вылечить. Помню, что я была врачом, что помогала людям, но при этом не смогла помочь самому важному в моей жизни человеку. Своей дочери, которая страдала от неизлечивой болезни и судьбу которой я должна раскрыть. Само провидение направило меня прямо на путь к ее поиску. Благодаря организованному переводу из тюрьмы и жуткому повороту судьбы я оказалась здесь. Прикиньте, мы были в тюрьме в психиатрическом корпусе. Дочечку, видимо, у нас свистнули. А сейчас мы едем на автобусе. Мы сейчас выберемся наружу. Мы это поняли, спасибо. А мы тебе поможем. Мы же поможем? С тобой поможем. У-у-у, сколько психов едет. А почему я одна среди мужиков? Как бы женская тюрьма должна быть в отдельном месте. Нифига себе, у нее кошмарчик. Или воспоминания? Или видения? Вот так вот моргну, а у чувака уже глаз исчез. Вот это компикусы пошли. Интересно. Ага. Сумасшедший Джо решил сбежать. Хорошо. Крэк, спекс, фекс. Охранник в шоке. Говорит, должен был быть подседатель. Хрен ли ты взял пистолет в руки? Блэмшмен. Кровь идет. Ваушку. Ай, меня-то ты че целишься? Убери пушку. Я вообще не при делах. Я спала. Я спокойная. Я спокойная. А где гора, с которой мы свалились? Ни хрена себе. Прям на автостраду, а? А че здесь уже какой-то был аварий, да? Ну не наш же грузовик вот это все натворил. Смотри, водитель вывалился. Водитель, ну прости. Я вообще не при делах. Меня саму ранили. Я за бочину или за грудь держу. Сердце болит. Давай пойдем. А давай пойдем. Давай попробуем походить. О-о-о. Ладно. Мы с тобой идем вперед очень медленно, потому что у нас с тобой ножка Бубо, ручка Бубо. Мы сами не очень красивые. А в целом симпатично выглядит игра. Ездите со скоростью 70 км в час. Ага, все они так послушались. Вон какую аварию создали. Да кто забывает? Уперные певцы? Давай, короче, быстренько-быстренько идем. Можешь побыстрее, пожалуйста? Нет. Это радио. Это надо выключить. Это вот это вот. Давай нажмем на Е. Радио все еще включено. Я не могу его выключить. Почему? А где твое лицо, женщина? Алиша? Я не могу на нее посмотреть. Вот. Мы с тобой как-то из-под внизу, из-под вверху можем смотреть. Давай пойдем дальше. Пусть радио работает. Мне не жалко. С ним веселее. С ним не так страшно на автостраде. Принова поешь. Певичка недоделанная. В обморок упали. Почему? От потери крови. Бульку, бульку. У нас уже паромщик на тот свет везет. Слышишь, рык. А можно осмотреться? Светлячки. Вы мне хоть маякните, куда мы плывем. Я не пойму. Это вот я ей говорю. Ты посмотри, они прям как это фонариками светят. Прикольно. Я не пойму. Я вот должна что-то делать? Нет. Как будто она сама. Это сама собой теряет сознание. Четыре часа спустя. Долго. Долго мы плыли. Кто нас подобрал? Столько вопросов. Ни одного ответа. Здорово. Хорошая комната. Не знаю. Веришь? Нет. Сама вместе с тобой тут очнулась. Давай ножки опускай. Я что, отключилась? Маленько, да. Ты же ранена была. Кровопотеря была. Охренеть какая. Нас кто-то поднял. Неизвестный благодетель. Спасибо ему, конечно. Даже каминчик развел. Лицо попроще сделай. Вот. Улыбайся людям. Нет, не улыбайся. Давай пошкандыбаем. Это у нас блокнотик. Руководство игрока. Управление. Фиксированная камера. При использовании т-т-т. Т-т-т. Давай дальше. Это мы все разберемся с тобой потом. Не герой. Совсем ни разу. Хоть Алиша обучалась на параметика, но ее опыт обращения с огнестрельным оружием довольно мало. Лишь пара выездов на охоту с отцом в детстве. В связи с этим не приходится полагаться на то, что каждый ее выстрел попадет точно в цель. Иногда ей придется решать. Остаться или сражаться. Или же бежать. Спасать свою жизнь. Выживет она или нет. Вопрос правильного выбора. Проверка боеприпасов. Всегда держите во голове сколько у вас боеприпасов. Проверяйте инвентарь прежде чем сражаться с врагами. Если не подготовиться, то это может стать для вас смертельной ошибкой. Мы будем по стелсу проходить. Дальше. Игровой экран. Толкание предметов. Для шеи делают. Примечание. Часть сюжетных предметов может не мигать. Внимательно следите за тем, куда смотрят Алиши во время определенных сцен. Фиксированная камера выбора другого врага. Вы можете выбрать другого врага в режиме фиксированной камеры. Нет. У меня не фиксированная камера. У меня обычная камера. Дальше. Использование предметов. Изучение предметов. Объединить. Позволяет комбинировать объект, например, бинты и мази, чтобы создать более мощные целебные предметы. Использовать для перезарядки оружия. Сбрасывать предмет. Сбросить. Вы можете убрать предмет из инвентаря и позже подобрать их. После сбраски они будут мигать. Хорошо. В некоторых зонах запрещено сбрасывать предметы. Однако иногда можно будет сделать... Короче, понятно. Сбрасывать можно все что угодно. Даже то, что мешает. Даже то, что пугает. Даже то, что лишнее. Экран состояния. Нажмите кнопку инвентарь. Сейчас я вспомню, какая кнопка инвентарь. Чтобы открыть экран состояния, враги застынут и не смогут так атаковать вас, пока он активен. Ага. Понятно. Мы с тобой частенько будем в него, видимо, заглядывать. Статус игрока. Восстановление. Используя повязки. Повязки с мазями или аптечкой, чтобы исцелить себя. Для лечения гораздо эффективнее применять маленькие, средние или большие повязки в сочетании с мазью, чем без нее. Ну, логично. Чем с сухим бинтом обматываться, уж потом отдирать будет больно. Fine, kunting, kunting, danger. Ага. Экран карты. Симпатичная карточка. Та-та-та-та. Ладно, разберемся. Сохранение загрузки. Вы можете сохранить, используя фонографы, размещенные в игре. А чтобы воспользоваться ими и сохранить, вам нужна виниловая пластинка. А? Вот, вот. Для чего надо покупать вот эти фонографы, чтобы сохраняться. А виниловые пластинки дороговато, наверное, здесь будут, да? На легком уровне сложится, виниловые пластинки не расходятся после каждого сохранения. Ну, понятно. На тяжелом, ты, говорит, каждый раз должна новую пластинку искать. На нормальном и легком включено автоматически. Хорошо, вы можете загрузить одно из предыдущих сохранений в главном меню. Игра начнет с того места, которое вы сохранили. Замечательно. Выпусти меня. А руководство поиграет теперь всегда при вас. Вы можете посмотреть документы в инвентаре. Давай мы пока посмотрим дом. Здравствуй, дверь. Выпусти меня. Нет, говорит, нужно еще смотреться. Какая дверь умная. Спасибо, березка. Подсказываешь мне. Одежду. Бин. Ой, взять повязку. Да, берем. Ткань слишком грязная. Для повязок не сгодится. Нужно найти еще что-то, чем залечить раны. Ага, на тап. Так. Как я поняла, здесь все вот так вот. Вот так вот тяжело использовать. О, спинка распрямила. Бинтиком обмоталась. Замечательно. Хорошо, хоть водичкой руки не... Нет, он не поливаешь. Комод заперт. Дверь, наверное, тоже... Дверь закрыта? Да. Тебя надо спросить. Ты же ее толкаешь. Нет, нет электричества. А, серьезно, нет света. А тут вообще, в принципе... А, нет, вот есть лампа. Я думаю, тут не предусмотрен свет. Шкаф спрячемся? В нем есть одежда, которая может вам подойти. Смените одежду. Ага, не будем же мы как дураки с номером бегать. Обычный... О-о-о-о. Давай смотреть. Обычный наряд 2. Ты что так долго переодеваешься? Затемнели экран. Ой, а мы красавицы? Мы довольно неплохие. А что, ты в штанах или в чем? Я не вижу. Ну-ка еще какой у нас был наряд? Быстро глянем. Да быстро говорю. Я рада. Да, сменяем. Так, костюм стилистикого запада. Медсестры, наемного убийца в стиле sci-fi. Полицейского. Давай, копа. Алло, я пришла вас арестовать. Ну, покажись. Покажись. Ну, разверни людям. Покажи себя. О-о-о. Ну, я буду в нем ходить. Че хочешь говори? Ну, посмотри, какая красота. Недавно с дежурством мы снова в район пришли. Вот здесь оказались. Тепло? Тепло. Даже горячо, я бы даже сказала. А еще что? Мозги. Нож. О, нож бери. Да, нож взять. А как мне его поставить? Экипировать? Ха-ха-ха. А ты с ножом? Мать, а как ты бьешься-то? Так, а что я нажала? Натя! Натя, говорю, пол поцарапанный. Тут за ночь захожу, собираю. Окей, ушки разобрались. Пошли дальше. Кроватка. Не, на это не лягу. Фу-фу-фу. Дрянь какая с меня вытекла. Я потеряла очень много крови. Нужно найти что-нибудь, чем можно подлечиться. Так мы вроде подлечились. У нас вон каунтину нормально. Снаружи очень темно. И как долго я была в отключке? Четыре часа. Прикинь. Темно, потому что тут какая-то листва нахрен в окна лезет. Ночью скребет, всех пугает. Давай выйдем. Все мы собрали с тобой? А что за кольцо? А это подсвечник, да? Да, это подсвечник. Так, 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 так. А могу ли я комод запер? Подожди, отпусти меня. Могу ли я его взломать? Взапировать, изучить? То есть ножом я не смогу комод. На, на. Нет. Не, 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 не жя, говорит. Не жя. Шундук открой, пожалуйста. Это какой нахрен сундук? Здесь все взяли. Давай прям вот все потыкаемся, что я точно все взяла. А ты можешь бегать быстрее? Да, она прям реально может бегать быстрее. Так. Ну, вот это будет. А, нет. Вот, залечите раны. Мы с тобой бинд брали. В целом вроде бы все. Ничего нигде не валяется у нас. Пошли отсюда. А как выйти? Ну-ка, расскажи мне, как выйти. Ты знаешь? Товарищ полицейский, вы знаете, как выйти? Говорит, да я сама в шоке. Меня украли. Принесли сюда. Думала, печеньки лежат. Дверь закрытая? Наверное, закрытая. Так. Давай откроем ее. Я могу тап нож. Топировать. Объединить. Изучить. Великолепный нож для самообороны. А, нужно осмотреться. С чем... С помощью чего я ее могу открыть? Мы с тобой все посмотрели. Посмотри, какой пол. Все, все осмотрено. Все. Ничего больше не найдено. В общем, меня не выпускают. Чего я где-то пропустила? На столе что-нибудь есть? Ты давай... Нету ничего. Погоди. Так, а если я просто... Ага, Е. Да подожди ты, да... Отпусти. Нож. На Е. Использовать предмет. Используй... А, вот даже как. Серьезно. Будем знать. Будем знать. А ту дверь я могу так же сделать? О, вот это я не видела. Это что у нас с тобой? Взять стержень отвертки. Так, подожди. Может быть мы с тобой... Вот это вот... Использовать? Не, не может использовать. Окей. Выйди, пожалуйста. У нас тут дверь открылась. Пошли смотреть. Где мы оказались с тобой? Чем нас... Че нас тут ждет? Ну, пока интересно. Пока мне все нравится. Пока надо привыкнуть к управлению. Но в целом забавно. Ой, улица! Свежий воздух. Замечательно. Можно я пойду вот сюда? Закрыто. Но здесь есть маленький замочек. Ладненько. А если попробовать вот эту вот штучечку? А, они, может. Ладно. Та-та-та-та-та-та. Бегаем, бегаем. Не забываем бегать. О, вам не под силу, если еще больше принят. Конечно, нам не под силу. Ты слышал рычание? Собака, собака, иди сюда. Кырлы-кырлык. Ути-ути-ути. Псина, ты где там прячешься? Собака недорезанная. Ладно. Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы с тобой сбросим нож. Да, забросай. Олен, надо привыкнуть. Да нет, я почему нет-то жму? Это инстинкт, понимаешь? Инстинкт мне говорит, хочешь сбросить? Я говорю, нет, без ножа страшно. Вот. Теперь мы берем вот эту штуку. Да подожди, ты не рычи. А, надо все привыкать. Вот к этому, так давно в такие не играла. А как объединять вот с этим? Целая твердка собралась. Целая твердка собрала. Пошли все закручивать. Все шурупы у нас в голове. Где нож? Верни мне нож, красотка. Пам-пам, пам-пам. Вот. Ну, скажи, ну я ли не мастер, а? Я ли не красавица? Давай вот эту дверь открывать. Да не рычит, закрыто. Ну, это у тебя закрыто. А у меня сейчас будет открыто. А ну-ка, погоди. Использовать, использовать было написано. А там не было написано, отвертка вообще щик-щик-щик. Я умею тоже открывать дверь с помощью отвертки. Ну как умею? Ни разу не пробовала, но думаю у меня получится просто идеально. Тварь где-то рычит. А где мой нож? Ага, мой нож. Я на готове. Так. Бедные люди, замурованные в простыне. Вы живые? А? Слышь? А если нападу со спины? Говорит, не нападай. Мы сами не рады, что здесь стоим. Ау-у-у. Это что? О, винтики. О, два винта я взяла. Два винта. Жизнь моя будет весела. Здесь есть символ сурьмы. А у меня есть нож. Символ чего? Символ ничего. Ладненько, дальше идем. Бегай потихонечку. Красивый старинный особняк. Фарфор. Хрусталь. Не ломается. Жаль, нельзя разрушать картины. Тьфу, стремно, когда я порежу. Не режется. Еще одна дверка. Ух ты. Куда это мы зашли? Мне не нравится подолгу проваливаться в Атсему ночную. Сральный, что ли? Да, туалет. Слишком темно, ничего не видно. Да как бы видно. Тебе видно? Мне видно. А нас эту свечу больше никак не зажечь. Так, хорошо. Нам с тобой нужен фонарик. Дай полюбуйся на себя. Ну, хороша девка. Даром, чтобы помирать собралась. Свеча. Я могла бы ее зажечь. Будь у меня зажигалка. Аптечка, аптечка. Слишком темно, ничего не видно. Ты знаешь, почему ты не видишь? Дурочка, дурочка. Покажи людям, скажи. А потому что очки темные. Сними, дуралейка. Фу. Я туда не пойду. Господи, лучше на улицу успеть. Очки темные нацепил. Говорит, ничего не видно. Вообще, мать, ничего не вижу. Говорит, свечку мне зажги, пожалуйста. Я ее постою, подержу. Давай мы с тобой свечку найдем в таком случае. Где рычит подлюк этот? Закрыто. Символ Венеры. А, ну я с ножом, получается, не могу. А отвертка-то я поняла, что она у меня исчезла. Так, выйди. Отвертка одноразовая. А знаешь, почему одноразовая? Потому что там она была скотчем перемотана. Я говорю. У меня лезвие отдельно было, рукоятка отдельно. Ничего толком нету. Скотчем перемотала. Вот она раз-раз и сломалась. Была бы изолента. Изолента всему голова. Поверь, лучше, чем скотч. Так, тут были, тут были. Пойдем с тобой, значит, в ту сторону. Потихоньку все исследуем. Не оживай, не оживай. А то я его сделал с тобой, как с мужиком на картине бабы. Здесь символ солнца. Хорошо, понятно. Надо искать. А что замок-то держит? Свечку, чтобы они уперли. Ты говорит, Катя, ты не надейся спереть вот эти свечки и с ними пойти в туалет. Примотаны, примотаны цепями. А таких, как ты, воров. Как эти ручки, знаешь, там все. Гроб. Не нравится мне это место. Я согласна. Как всяких этих... Вот в таких конторках государственных или где-нибудь на это. На Сбербанке, да? Там у них ручка вот с этим с веревочкой. Типа, а, смотри, не соприте. Не соприте. Ручка 2 рубля стоит. Не дай бог украдете. На вас не напасюсь. Пляха-муха. Это было страшно. Это шторы, я думала, летучие мыши висят. Какая рогушка отстойная. Вообще, кто это? Что мешки-то повесили с под капустой? Как так можно? Никакого интерьера. Дизайнер надо повесить был. О, я ямба. Я нашла виниловую пластину. Вам не подсилу есть еще больше предметов. А, я отнаю, что это такое. Это сохраняшка. Сохраняшка моя. Эта круглая дверная ручка разболталась. Нужно ее починить, прежде чем открывать дверь. Так. Ну, как бы, можно просто рукой попробовать ее вставить туда. Понимаешь? Понимаешь? Нет, я не понимаю. Отвертки нет. Я не понимаю. Была бы отвертка, мы бы, конечно, с тобой раз-два и починили бы. А сейчас нет. Пошли дальше смотреть. Пойдем. Надо медленно ходить. Мне не нравится, как дергается камера, когда я быстро хожу. Та-та-та-та. Какая-то новая комната. Такое ощущение, что, когда я захожу в комнату, я закрываю глаза. И вступаю в бездну. Это че? Вам не... Ага, обойма. Обойма, лежи. Лежи. Я бы тоже прилегла. Письмоцо, письмоцо. Давай почитаем. Записки незнакомца. Окей. Пару ночей назад мы прибыли в особняк. Я и другая группа посвященных, что откликнулись на призыв магистра, были в восторге от размеров особняка. Я задумался, неужели его владелец так же стар, как и сам особняк. Но эту мысль я не стала озвучивать, дабы не показаться грубым. Большие парадные двери, служащие главным ходом, кажутся древними. Древесина в них сохлась и стала непрочной. А еще я заметила странные круглые углубления рядом с каждой из дверных ручек. Учитывая важность нашей миссии, я беспокоюсь о нашей безопасности и тех силах, что могут вмешаться, если мы привлечем к себе лишнее внимание. Однако, словно прочитав мои мысли, магистр заверил мне, что двери совершенно безопасны, ведь их нельзя просто так открыть. Он объяснил, как работает система запирания и открывания дверей, но ее забыл. Помнили что-то о зачарованном кристалле. Господи, какой ты склерозматик. Так, я забыл. Он мне мужик объяснял, ему объяснял, объяснял, объяснял. Говорит, ты понял, как дверь открывается? Да, а сам глазами луп-луп и нихрена не понял. Как будто живой стоит там чувак. Уйди, дурачок. Красивый хрустальный шар. Мужик говорит, ну и что, нас замуровали с этой женой моей, с которой я развелся. Я не хочу здесь жить. Скорее всего, принадлежит кому-то из гостей. Скорее всего, это кого-то из гостей туда закинули. А мы с тобой не такие. А можно выключить этот белый шум? Патефоном она, патефоном она. А, слышь, патефон, муста-то я. Там патефонка. Я знаю, где у меня это есть. Ну, штучка, виниловая пластинка. Ее бы сюда бы принести. Но пока нет. Пойдем еще чуть-чуть походим. И потом сохранимся. На первую сохраняшку используем. Хотелось бы, конечно, чтобы, знаешь, что было. Ну вот она-да-да-да. Бляха-муха, слышишь? Там кто-то есть, боюсь. Вот где надо было сохраняться. Так, биться вот так. Слышь? Выходи на честный бой, на живой. Я прям в позе пойду. Там либо псина, либо кто-то кого-то жрет. Либо кому-то очень-очень плохо. Ля, попали. Да не падай, ты каблуйки сломаешь. Дурочка, не свети ничем. А лишь кричит от страха. Ну что, она так от страха кричит? Странно. Слышь, подходи. Почему? Я же проби... Вот. Вот. Ты что, блеванул на меня? Дурака, Кусман. Фу. Вытерся, вытерся. Покажись. Не, блевать не, нет. Ты что, ее съела? Я первый раз зажал, пробил, я не пойму, почему он меня... А, ну может он меня специально укусил? Понятно. Показать, как кусают персонажа. Ну, кровищи много. Вроде мы с тобой потеряли где-то 2 литра крови. У нас еще осталось. Мужик, тебе плохо? Давайте я еще хуже сделаю. Отлично, я могу... Да... А кто там добится? Да нахрен, дома никого нет. Тут одна я с ума схожу ранена. А что я ранена? Я не... Что сейчас было? Я не ранена, я красивая. Использовать. Вообще огонь! Как раз флот освободили. А я могу его обыскать? Говорит, что ты хочешь с него последние грязные трусы снять? Зачем тебе это надо? Мне нужно отсюда выбраться. Ну, явно не забраться туда. О, зажигалька! Зажигалька! Зажигалька, зажигальку мы с тобой взяли. Слушай, ну зажигалка это, конечно, огонь. Ну, в прямом, в переносном смысле. Но давай мы с тобой... А давай пойдем туда вать. Нет, надо сохраниться. Вот сохраняемся мы здесь. Поэтому давай, знаешь, как сделаем сейчас? Вот там долбится. Вот так вот зажигалку взяла. Вот так вот ее... Оп-опа-та-та! Сбросила. Да, сбрасывай. Где она? Ну-ка, скажи мне. Я же ее сбросила. Мать моя женщина! Я же испугалась. Думала, куда она делась. Так, пошли виниловую пластинку возьмем. Она лежала, ты не помнишь? Ее не помню. А вот она, а вот она, а вот она. Да-да-да-да. И сохранимся. Я все время слышу, что кто-то долбится. Может, это, конечно, ветер в окно ветку качает. Бляха-муха, но гром прям меня пугает. Да ты какая у нас кожа красивая. Сходи. Песни слушать будем. Я Ивана Себастьяна Живенького. Так. Старый граммофон, да. Да-да-да. Да. Да. Так, это у нас есть. Вот она как раз. Ничего не поняла. Ну, вроде сохранились. Так, я не поняла. А, ну все верно сделали. Это не похоже на сохранение. Вы меч в последний путь провожаете. Обойму нам сейчас пока не нужна. Всегда будет такая музыка. Всегда будет такая музыка. Да, когда будет сохраняться. Спасибо. Прям поддержка на все сто. Берем зажигалку. И пошли с тобой как раз в туалетную. Помоемся от кровища зомбака. И глянем, что там за шторкой. За шторкой будет хрень какая-то. Вот за путью. А где у нас была... Что-то мне не нравится. Ванна у нас была, по-моему, дальше. Слышишь, стук продолжается. Кто там стучится? Ой, здорово! Ты что ли долбишься, мужик? Здорово! Стекольчик, что ли? А я тебе говорил. А если я? Давай я тебе помогу. Ты войти хочешь? Да дверь заперта. Я бы тебя впустила. Я тебе говорю. Окна пластиковые установи мне. И все будет нормально. Ладно, фиг с тобой. Так, я пошла в туалет, схожу. А, туалет. Нет, здесь туалет, по-моему, был. Или округали, отдай. Вот. Заходи. Так. Главное сейчас не помереть. Давай с тобой зажгем огонь. Использовать. В смысле, она не может использовать. А, да, да. Она не может использовать. Дурочка. Где свечку зажги? Вот, 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 вот. Да есть у тебя зажигалка. Да, я соображу. Мне надо же привыкнуть к этому управлению. Ай, какая срамота. Тетка у меня клевая. Не могу нести больше предметов. А когда я смогу больше предметов нести? Так, у меня есть свечка. Давай тогда скинем зажигалку. Запомним, что мы ее сбросили в туалетике. И возьму, конечно же... Почему я на нее наткнулась? Аптечку дай. Иди ко мне, моя хорошая, моя любимая большая аптечка. Это что? Это зажигалка. А это что? Это тоже зажигалка. Не, я вот это... Вот, вот это что за хрень? Вам не под силу... Ой, нет, мент. Мазь. А, это бинты и мазь соедините. Ладно, запоминаем, запоминаем. А, ты... Сволки. Я же так и знала. Ну, я же так и знала, что будет хрень. Уйди в жопу. Распутин, ты что здесь делаешь? Он говорит, я помыться пришел. А тут как раз... Потри мне спинку. Я тебе потру спинку. Ой, видишь-то? Давай другую. Давай другую руку помою. А? Что, хорошо потерла? Хорошо веничком. Тебя веничком, тебя дурак. Я знала, блин, что за шторка этот хрен. Я хотела... Я думала, знаешь, как будет? Знаешь, как будет? Я подойду, тут скажут, е-е-е, нажми. И я обнажала это ключ. Боже ж ты мой, что ж я такая обессиленная-то, а? Вот ты мне скажи, почему я такая обессиленная? А, какая-какая? Знаешь, что мы сейчас с тобой делаем? Мы берем вот эти ножницы и просто выживаем. Просто выживаем вот с этими ножницами. Эти лезвия довольно ржавые и старенькие. Это человеческая кровь? Нет, ты че, ну какая человеческая кровь? Курицу голову врубили. Их я взять не могу. По факту мне нужно пойти в мою комнатку, скинуть там аптечку, вернуться со всеми вот этими предметами, за мазью, за зажигалкой. Тараканы, фу, дрянь какая, не ползайте по мне. И тогда уже можно двигаться дальше, брать ключ. А можно, знаешь, как даже сделать? Здесь нож скинуть. Не, я не буду сбрасывать, дур какая-то. Ну вдруг там еще за двери каком-нибудь вылезет. Вот, я пойду все это сброшу, а сохраниться я не смогу. Вот, и мы с тобой тогда продолжим уже с того места, вот с этого места, тогда вместе пойдем с тобой сбрасывать. Давайте на этом остановимся. Мне игра пока нравится. Все вроде интересно, весело, забавно. Красота, красота со всех сторон. Продолжим в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду рада вашим лайкам. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. До встречи в следующей серии. Всем пока-пока.